Конечно, это тонкость души человека, это его психологический настрой. Мы не знакомы, я не знаю до какой степени. Я только вижу вам 23 года, это я понимаю. Но я не знаю степень зрелости, назовем так, какой-то внутренней силы, может другие качества. Не хочется говорить, чтобы не поразвучать в случае чего обидным или что-то. Это все не нужно. Я поэтому дам самые простые доводы. Проще нечего, некуда. Мы существуем, как народ, три с половиной тысячи лет, все и всегда делали обрезание. Начиная с первого еврея на земле Авраама, наш праотец, и до сегодняшнего дня. Всегда. Стандартная ситуация на восьмой день после рождения, иногда это бывает через силу желтухи или чего-то, после родовой желтухи, относительно безопасная ситуация, у многих детей бывает. Если отбросить эту желтуху, на восьмой день делать обрезание. Если почему-то не было сделано, то и в 23 года, и в 33, и в 73 надо делать обрезание. И всегда делали, и всегда все было хорошо. Я думаю, что это прекрасный довод. Если три с половиной тысячи лет, все это работает, значит прекрасно. Так чего бояться? Нужно только, чтобы это сделал опытный Моэль. Моэль тот, кто делает обрезание, и опытный. Если это хирург делает, то это должен быть еврей обязательно, и верующий во Всевышнего, и знающий, что он делает заповедь того. Это не может просто хирург, даже еврей. Это должен быть человек, который верит, что есть Всевышний, это минимальные требования. И знает, что это заповедь Тора. Он знает, что есть Тора, и заповедь есть Тора. Когда он должен делать, он должен знать, как делать. Обрезание – это определенная медицинская процедура, и нужно знать, как ее делают. Например, мусульмане тоже делают обрезание, но они не знают наш метод, поэтому их обрезание не такое, как у нас. У нас и не считается обрезанием в наших глазах. Но во всяком случае у них что-то есть. У нас есть то, что у нас, вот эти три с половиной тысячи лет, и поэтому убедить себя несложно. Надо понимать, что ты включаешься в то, что было всегда. Теперь я не думаю, что надо уговаривать или показывать, какая будет награда какая будет, но я скажу все-таки так. Если еврей еврей не обрезан, то его душа покрыта некой пеленой такой, и его потенциал души не раскрывается. Он может увеличиваться, и он может быть не маленьким, и потенциал от рождения увеличивается, и будет хорошо, но не будет так, как должно было быть и может быть. Человек рождается таким, а он должен стать, потому что у него есть потенциал таким, а другой такой. Мой, например, такой, но у других людей может быть такой. Но чтобы мой был мой, вот этот, а не вот этот, надо, чтобы было обрезание. Само по себе обрезание ничего не даст. Оно даст возможность раскрыть свой потенциал. Какой будет это от неба? Повторяю, мой, допустим, такой, а у другого человека, у вас такой. Но если не будет обрезания, то будет такой. И у меня, и у вас, и у каждого еврея. Вот это тоже мысль, о которой нужно подумать. Это называется у нас бритмила обрезание. И без бритмилы ничего этого не будет. Вот так будет, а не вот так. Я говорю только о духовных вещах, конечно, это все понимают. Все доброго, до свидания.